Постановлением правительства Москвы за номером 652 от 9 августа 1994 года на площадях Тушинского машиностроительного завода в рамках конверсии было развернуто производство сочлененных автобусов ИКРУС-280. Предприятие получило собственное название – Тушино-автобус. Расчетная мощность – 500 машин в год, что составляет более половины общей потребности столицы в сочлененных машинах. Сейчас Тушинцы переходит на выпуск новой модели автобуса – ИКРУС-435, и Мосгортранс уже в этом году заказал партию в 300 автобусов. Новая машина гораздо комфортнее предыдущей. Низкий уровень пола и широкие двери облегчают посадку и высадку пассажиров, а чтобы выйти на остановки по требованию, нужно лишь нажать кнопку на корочке. Удобнее стали кресла, а для ног передних и задних пассажиров появились более-менее подходящие площадки. А самое главное – в 435-м ИКРУСе установлены дополнительные отопители. И очень хочется надеяться, что в зимнее время водители будут заботиться не только о себе, но и о пассажиров. К большому сожалению, стоит новая машина 900 миллионов рублей, что почти в два раза больше предшествующей модели. Такова плата за комфорт. Но в основном дороговизна обуславливается высокой стоимостью импортных трубок и комплектующих. Увы, приходится платить и за чистый воздух. Новый автобус оснащается экологически чистыми моторами венгерского или американского производства. Последний, кстати, может работать как на солярке, так и на природном газе. В дальнейшем на предприятии намерены выпускать собственные запчасти, что в какой-то степени снизит конечную стоимость Тушинского ИКРУСа. Субтитры создавал DimaTorzok